Добрый день уже, подписчики! Сегодня у меня автомобиль Land Rover Discovery 3 2006 года выпуска Двигатель 2.7 турбодизель Полный привод, коробка, автомат Пробег на автомобиле 203 тысячи километров Упала пневма, вернее, упала не пневма В баллонах воздух остался, но высвечивается ошибка на панели Компрессор включается, но качает куда-то в пустоту Слышно, что шипит и буквально сразу же отключается Проработав там буквально секунд 10, наверное И выключается Поднимаю автомобиль, снимаю крышку И смотрим, куда он качает Добавляю Отдых, виноград Качает Готово Отдых, виноград Уоткать Вот такая вот штукенция. А теперь смотрим, что у нас шипит. Где, в каком месте. Ну-ка, заводи. Все, загорелась ошибка, отрубился. Непонятно, где зашипело. Сейчас будем ждать, чтобы опять сбросилось. Ищу. Не могу я подобраться, поэтому сейчас разъединил разъемы. Компрессор откручу, приопущу. Потом соединю. И посмотрю уже с этой стороны. Понятно, что где-то на клапане, на редукционном похоже. Но буду смотреть. Пока откручиваю. Такое впечатление, что шипит, как будто подосушитель. Сейчас сниму компрессор полностью. Сниму осушитель. И посмотрю. Трубки, чтобы снять, надавливаем их. Вернее, надавливаем не трубки, а надавливаем вот эту цангу. И она у нас выйдет. Также с этой стороны здесь у нас тоже стоят цанги. Мы уже, когда перебирали два года назад компрессор, поставили здесь цанговые зажимы. У нас разрезано здесь. Снимаю их тоже. Снимаю их тоже. Снимаю их тоже. Все, снял компрессор. Снимаю их тоже. Снимаю их тоже. Точно. вот здесь он и начал травить вообще не держится уплотнитель высох все верно определил вот это кольцо пришло в полную негодность его надо заменить снял я это колечко но во первых потерял свою эластичность ломается есть новая r y x 5060 и одеваем его посадочная тоже почистил теперь пробуем как у нас все плотненько и хорошо смажу болтик в прошлый раз когда разбирался тоже все смазал два года прошло и откручивается все нормально еще хочу снять клапан посмотреть нет ли под ним грязи пыль присутствует прикрутил на место крышку поставил клапан и хотел еще показать ребята подсказали выпилил я все-таки здесь кронштейн никакой он несущий здесь не несет потому что у него здесь как видно площадка обрезана но зато ставить будет удобней нажавил верхний болт задвинул и прикрутил благодарю за подсказку иду устанавливаю и пробую как будет работать так 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 Вот и все На болт завел компрессор И он уже стоит на месте Остается теперь только наживить эти Два болта Смажу их Смазки 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 Борус Борус На fires затягиваю соединяю разъемы все соединил пока не затягиваю его пробуем завести и проверить все компрессор работает не отключается действительно было под осушитель под резинку дуло воздух вот такое вот бывает кто бы знал ладно сейчас сделаю мыльный раствор соединение намажу проверю сопят они не сопят пусть пока качает сделал мыльный раствор мажу вот здесь вот трубочки которые подсоединяются на осушитель здесь все нормально не дует вот здесь вот отключился и сработал клапан сбросил как положено попробую добраться до видно что он нагрелся температура шипит но пузыри он не дует света радует все затягиваю туда болты и закрываю крышку ну и все осталось только нам закрыть крышку и на этом наш мелкий ремонт окончен это хорошо что обошлись малой крови не надо особо много затрат что достать там здесь вот вот и и вот Смотрите продолжение в следующей серии. Затягиваю болты. И на этом все. Всего вам доброго.